Привет! Хару, пожаловать! Мы с вами вас видеть! Сегодня все эти замечательные люди прибыли на премьеру, приготовили вам вопросы. Милош, уже первый вопрос у нас с этого сектора, где-то без конца в каком-то модели вы остановились. Сейчас я перед этапиком похода оставлю вас на единстве с этим сектором. Но вообще, если серьезно, есть ли у кого-то вопросы, наши замечательные актеры с удовольствием могли бы ответить, что-то, может быть, трофей, давайте, может быть, отсюда и начнем. А вы, пожалуйста, присаживайтесь, да. Я буду тем человеком, связующим звеном, который идет с вопросом, возвращается к вам, вы уже отвечаете. Итак, у кого был вопрос, кто-то тут отличник, тянул руку, спрашивайте, пожалуйста. Кто готов? Вот у нас есть девушка. Как вас зовут? Анжелина. Прекрасно. Давайте Анжелине поаплодируем. Она первая. Всегда волнительно задавать вопрос. Анжелина, передаю вам микрофон. Пожалуйста, спрашивайте. Дарья, я хотела бы спросить, а куда делать Петр Алексеевич? Причем об этом знают только Анжелина и Дарья, кто такой Петр Алексеевич, да? Итак, идолк. Дарья, пожалуйста. От лица Дарья, героиня, говорю, что мой муж жив, здоров, Петр Алексеевич в порядке. Увидим в кино более подробно. И так, отлично. За Петра Алексеевича можно не переживать. Идем дальше. Есть ли еще вопросы, может быть, вот здесь, вот в первом ряду. У нас тут было тоже много отличников. Может быть, есть вопросы какие-то связанные... Так, пожалуйста, как вас зовут? Ася. Давайте Асю тоже поаплодируем, встретим ее. Ася, пожалуйста. Питер или Москва? Итак, сегодня я, мне кажется, очень много намотаю, да, километр сюда сюда. Милош, идем к вам, вам вопрос. У себя Аси, Питер или Москва? Я думаю, ради паники. Я очень люблю Питер. Мне он по энергетике больше нравится. По архитектуре. А Москва, в ней просто много больше. Ну, а очень красивый город для него. И Питер, и Москва, это просто разные, разные обаятельные дамы. Так, отлично. Вот, Милош, кстати, может быть, вы скажете, вот что... Вот из каждого города можно что-то... Или из каждой страны можно что-то привезти прикольное. Там, какой-то сувенир. Вот что можно привезти из Сербии, кроме магнитиков? Вот что... что-нибудь такое, чтобы... Вот кто-то поедет после фильма, как турист туда можно... Мужчину. Причем это для мужчин совет сейчас. Привозите, пожалуйста. Мужчина, да. Гаймак. Гаймак это определенный сыр, который Диана очень полюбила в Сербии сейчас. Это такой национальный сыр, который очень хорошо сочетается с чеванчичем. Чеванчичи, да. Это уже... это уже фонетическая фатами, где сейчас идет. Да, Гаймак можно там, можно только Гаймак есть. Что из Сербии можно привезти сюда. Но, вы знаете, я вам предлагаю съездить в Сербию. Я скоро даже буду делать с дурой на Уград. Так что я вам предлагаю поехать туда и посмотреть, что можно. Например, если отсюда вы можете повезти с собой водки, то из Сербии раки можно брать с собой. Ну что же, гастрономические туристы точно заинтересовались уже. Поаплодируют, кто хочет попробовать скорее все те вкусности, о которых рассказал нам Милош. Так, отлично. Давайте еще вопросы, может быть, здесь есть вот. Так, пожалуйста. Передаю вам микрофончик. Представляйтесь, спрашивайте. Как вы думаете, за что Паша полюбил Дашу? Где вы? Руку можно? Да. Там девочка. А зачем он ее полюбил? Ну, во-первых, потому что она красивая очень. Во-вторых, потому что она настоящий человек. То есть, в ней нет никакого, скажем, она не притворяется быть кем-то. Она настоящая и честная. И в ней есть качество. Человек, который трудится, работает над собой. Который умеет любить и быть другом. Вот. Поэтому, я думаю, это Павелом привлекло. Это говорит о самом Павеле, что он уважает и что ему нравится. Что он такой безбашенный и сумасшедший, какой он и есть. Растерянный. Он, на сути, неплохой человек. Раз ему нравится вот такая девушка. Спасибо. Так, отлично. Вот у нас уже с Анистерой стали появляться вопросы. Вы ближе всего ко мне. Пожалуйста, да? Здравствуйте, меня зовут Катя. Что нужно ожидать от фильма? Да просто. Слово «Бимоши». Хорошо говорили, что вы можете. Пармашки, лучше говоря, да. От фильма что можно ожидать? Я думаю, он будет... Это яркое, мне кажется, насыщенное, карнавальное кино с традициями. Ну, немножко нам не нравится на фильме «Кустурицы», но там и комедия, и романтическая история. Историю, после которой вы на эту историю смотрите. Вам после этого хочется жить и любить. И хочется путешествовать. И хочется есть чувачить. Так, отлично, отличный заряд на просмотр, чтобы стать тревел-блогером, постоянно кушать вкусности, да, не работать. Так вот, у нас есть замечательные гости, пожалуйста. Добрый день, Милоша. Я с русским, а я очень люблю Сербию. Студерам с русским языком в 7-м годинах, и твардо смотрим блогера своим другим кучам. Я обожаю ваш город, обожаю вашу землю. И скоро сваку годину там путаю, и хочу сказать, что за меня блогер, это нечто особенное, потому что там сам поздала своего мужа. И то я стварно... Там я стварно почула историю нашей любови, историю моего нового живота. И видела сам вас несколько путей у позорища, А как суцветали тиквы и цитаты, и что вам скажем, я сам вас отворила с совсем новой страны, как позорищ на клумбса. И хвала вам. Но на своем, что вы рады, и пашцам вам захват. Спасибо. Вопрос. Милош, а вот у меня вопрос после просмотра фильм. Идите перевести всем, что вы сказали. Да, переведите, пожалуйста. Я люблю сербию! Я думаю, сербский язык не такой простой. Дайте, пожалуйста, микрофон, потому что интересно. Я хочу сказать, что мне кажется, все русские должны посетить сербию, потому что мы действительно близкие братские народы. И то, что говорят, что русские немного закрыты, и у сербов, я думаю, это все снаружи, это все открыто. Вот эта вся душевность, я думаю, во многом благодаря тому, что эта земля теплая, солнечная. И я учу сербский уже 7 лет. Познакомилась в Белграде со своим мужем. И это потрясающий, невероятный город. Сербы – это невероятные мужчины, невероятные девушки. Это моя сейчас другая родина, вторая. И спасибо вам, дорогой Милош. Вы невероятно потрясающий, талантливый артист. На сцене я вас видела. Драмско, позорище в Белграде. Пожалуйста, все запомните спектакль «Катсу цвета летниквы». У Милоши главная роль – спектакль по роману не поставлен. Тоже всем советую прочитать. Спасибо вам большое за все, что вы делаете. Значит, кроме «Магнитика», вы с собой еще привезли мужем? Мужем, конечно. Милоши, значит ли это, что после просмотра этой комедии мы все так же будем легко говорить на сербском языке? Могли бы вы нам вот на этот вопрос ответить? Ну, знаете, я был за то, чтобы не озвучивать кино, а то, что там на сербском, не озвучивать на русском. Потому что я думаю, что языки настолько похожи, что с титрами было бы еще интересно смотреть. Но вот я был в большинстве, так что вам стоит тогда приехать в Сербию и потом услышать это в шумах. Или записаться к прекрасному репетитору. Все, кто сейчас находится в радиусе рядом с нашей гостей, можете уже узнавать. Кстати, вот какое самое фонетическое, приятное для вас слово на сербском, которое вам особенно нравится? Может быть, какое-то слово есть такое? Да, на сербском. Да. «Деньги». А что это означает? Не знаю, такого в жизни нет. Так, окей, хорошо. Ну, что-то мне подскажет, что здесь тоже это слово всем нравится. Так, идем к вам. Как вас зовут? Мария, передаю вам слово. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы думаете, почему именно Фэндом Падаша полюбился так многим зрителям? Почему именно, почему не Петраша? Почему Падаша? О, это ответит что-то, пожалуйста. Почему ты так дороже? Ну, даже название Падаши звучит как-то более красиво. Не знаю, нам тоже это интересно и надеемся, что после просмотра кино вы будете рады, что действительно по Даши стоило было, чтобы создать фильм. А можно вас спросить? Хорошо. Очень интересно. Ну, потому что, возможно, противоположности притягиваются. То есть, Паша полностью противоположный Даше, и они будут дополнять друг друга. А вот Петр и Даша, они, в принципе, почти похожи. Именно по... Они такие отличники. Да, да. Отличные. Согласна. А можно у вас спросить, вам самим больше нравится Падаша или Педраша? Что за вопрос? Спасибо. Спасибо. Не буду даже им отвечать. Спасибо за ответ. Вот у нас еще сегодня я чувствую себя учителем, который собрал отличников у себя в классе. Все эти отруб... Здравствуйте, Диана. Здравствуйте. Диана, у вас в сериале очень эффектно получились сцены, где вы какого-то бьете. Чем вы занимаетесь? Какими такими искусствами? Я-ми-яй. Всего дорогой. Да, вот это вот так. В общем, да, для сериана «Телли О» у меня были тренировки около четырех месяцев. По карате. Я до сих пор владею этим навыком, но могу постоянно за себя. Так что да. И еще хочу добавить, что тут столько комплиментов Нилошу прозвучало. Но вы тоже просто потрясающая актриса, очень классно сыграли. Спасибо. Спасибо вам тоже. Итак, отлично. Может быть, да, есть еще для Дианы вопросы? Так, пожалуйста, иду к вам. Здравствуйте. Я бы хотела спросить, что было самое сложное в съемках? Я думаю, что самое сложное все осталось Нилошу, потому что он был также продюсером этого фильма. Так что передаю тебе слово, Нилош. Было сложно, да? Когда ты только актер, ты ждешь хорошего сценария, хорошего проекта. Когда ты продюсер, ты работаешь над этим, чтобы они проходили чаще. То есть ты придумываешь историю. Ну а когда ты продюсер, ты не только просыпаешься на площадку, учишь тексты и там играешь. Ты еще и разговариваешь с полицейскими, которые должны охранять всю эту площадку. Ты обсуждаешь с бабушкой, которая не хочет вам разрешить в своем дворе там снимать. И поэтому ты там, не знаю, покупаешь цветы, чтобы она проводит бабушку, чтобы она тебе разрешила. Потом владелец козы пришел с козой, которая там должна сниматься. Он думал, что у тебя все закончится за полчаса. Ты должен объяснить, что 10 часов там еще придется подождать. С козой ты должен общаться. Я кормила эту козу. Никто ее не кормил в площадке. Кормить козу надо. 10 часов. Так что самое сложное, это объяснить козе, как сыграть. Спасибо, вы как еще сказали. Хочу присоединиться к этим словам, что вы вдвоем очень прекрасный. Ой, очень хороший актив. У меня трясутся руки, я безумно волнуюсь. Хорошо. У меня не работает много. Так, отлично. Вопрос далеко не будем ходить. Давай теперь даю вам. Здравствуйте. Я бы хотела спросить, как вам самим впечатления о фильме, о той картине, которая получилась? И, в принципе, что вы испытывали, когда фильм был в процессе съемки? Все время, пока фильм происходил в процессе съемок, я был, я разделился на две части. С одной стороны я играл в кадре, а потом между дублем. Вот Диана меня знает, я был сумасшедший между дублем. Потому что у меня постоянно было ощущение, что мы опаздываем, что мы не успеваем, что шеф-сакат начнется, что мы не снимем, что мы догоняем съемочный план. Вот. И это надо было совместить еще с игрой актерской. Вот это все вместе как-то требовало очень много сил. А так, я не знаю, кто я посмотрел кино, я не могу быть объективным. Я думаю, что это качественно хорошая комедия. Хорошо, спасибо. А остальное вы расскажете. Спасибо за вами. Так, отлично. Сейчас вернемся чуть-чуть попозже к вам. Вот с этой стороны, да, у нас тоже есть гости, у которых есть вопрос. Ну, давайте, давайте сюда, к вам. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела вас спросить, какой в детстве у вас двоих был любимый фильм? Беру слово. Привет. Мой любимый фильм с детства и очень долгое время был «Титаник». Очень сильно любил этот фильм. Я тоже люблю этот фильм. Положи. Вау. Как это перевели на русский? «Майн Кинг». «Король лет». Ну, это что? Это фильм тоже. А что, это не считается? Считается. 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 Спасибо. Спасибо тебе за вопрос. Кстати, наш фотограф, он как в «Титанике» именно. Вот тоже вот так вот. Чуть-чуть лежит, как будто он в воде по поезд. Но с фотоаппарата. Так, ну, давайте, вот, пожалуйста. Вот, давайте вам. Доброе утро. Меня зовут Катариня. Я с такой, что я с культурным языком в университете в Бетербурге. Иначе, я не хочу говорить о сербском языке. Это мне страшно. Доброе. Прямо, что я хотела доказать, что ваш межа у нас скоро не слышу сербский язык в русском, в русском версии фильма. Но питание у другом. Скажите, пожалуйста, я уверена, что после просмотра этого фильма много людей захотят поехать в Сербию. Но захотят ли приедете больше сербских туристов в Россию после этого фильма? Сербов в Россию? Да, Сербов в Россию. Конечно, если так достаточно, но хотелось бы еще больше. Я думаю, да. Я думаю, да, но хотя это кино, оно показывает Сербию, оно не показывает Россию. Но Серб, Россия, она, скажем так, она известна. То есть серб, вы знаете, как раз мы точно знаем про Москву, мы знаем про Питер, но что здесь, как это, какие эти ощущения от того, что приехать сюда, вот этого я не знаю. Но и кино как раз имеет эту возможность преподнести вот это ощущение, музыку, колорит, атмосферу. Но это кино, мне кажется, больше для русских открывает Сербию. И это очень хорошо, потому что Сербию, я считаю, нужно больше популяризировать в российских кругах, потому что это действительно прекрасная страна, которую каждый должен посетить хотя бы раз в жизни. Спасибо большое. Спасибо. Так, отлично. Мы сюда сходим ненадолго. Давайте с этой стороны тоже кого-нибудь спросим. Вот, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Авелина. Я хотела бы спросить, а у вас бывали конфликты, когда вам разучились? У нас с Милошем? Конечно. Но она знает каратэ. Быстро мы договаривали. Были, были конфликты... Они решались быстро. Да, быстро, быстро. У нас были конфликты и с режиссером, и с продюсером, и так далее, так что мы... Но это все составляющее творческого процесса, потому что это очень сложный процесс. Надо за 40 дней все отснять, и люди после устают и становятся нервными. Человеческий фактор. Человеческий фактор, конечно. Человеческий фактор, конечно. Я бы сам, наверное, когда... Я бы ни с кем не конфликтовала, но это все Милошь. Потому что она каратэ. Все боятся, все ко мне подходят своему другому. Да, вот, пожалуйста, еще вопрос. Какой вопрос? Здравствуйте. 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 У меня план-то вопрос. Первый. Я бы не знаю, что я не знаю. Два года. Да. Первый, на каком протяжении... Можно чуть-чуть тише, пожалуйста? На каком протяжении времени? У нас у всех. Мы начали 20-25 августа. Мы начали. В августе начали. А после дневного августа. 25-го августа примерно мы начали. Закончили примерно 50-го октября. Спасибо. И второй вопрос. Какова вам слова дедушка? Я постельно посмотрела, я стала интересна. Но это не мой дедушка. Вот поэтому и дедушка. Вы его недушку не так. Узнаете? Здесь это клиника. Человеческий фактор. Хорошо, спасибо. Так, отлично. Вот, пожалуйста, давайте туда доберемся. К вашим гостям. Здравствуйте. 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 Я хочу новый вопрос задать. Каждый из ваших героев прошел очень большой урок на час, на самом фильме. И... Просто говорите прямо. Алло. Как вы думаете, кто из ваших кино избавился больше? Внутренний или, может, даже в ближний, не знаю. Все постарели, мне кажется. Не, я думаю, я думаю, Павел. Павел больше. Потому что Даша и раньше была хорошим, да, нормально. А этот не особо. Он возрослел, да? Ну, да. Он стал лучше. Да. Ну, честно. Стал. Человеком. Милош, изменился ли дедушка после поцелуя, скажите, в процессе съемки? Мы это никогда не узнаем. Я пойду. Мы как про Волан-де-Морта не говорим, значит, про дедушку, да? Не про дедушку. Это было просто хорошо. Давай. Если бы не превратился в любовь, то есть бы у вас лучше. Здравствуйте. Меня зовут Диана. Мне бы хотелось узнать про Лиза. Так это тоже Диана. В курсе. Мне интересно, у кого было снимать сцену, когда Юля с Машей принадлежим обсудились и куда вылетали на воздушном шаре? Юля с Петром, да? Как мне эта сцена? Ну, как и в кино, очень неожиданно, с последствиями. Ну, очень романтично. Я думаю, что если когда-нибудь у меня позову покататься на воздушном шаре, я буду рада, так же, как и в нашем. А, то есть на самом деле у вас не было боязни в Сентябре? На самом деле мы не поднимались так высоко. Это так кажутые кадры. Хорошо, спасибо. Диана, очень приятно. Так, отлично. Идем сюда. Вот, давайте вот подальше. Да, запустим микрофон наш, пожалуйста. Есть Ники Милош здесь? Я тоже хочу, чтобы мне... Здравствуйте. Здравствуйте. Какие у вас отношения за кадром? Здравствуйте. 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 Во-первых, мы не видим, кто задает вопрос. А-а-а? А-а-а-а. Я? Хреновая. Мы кажемся очень мирной парочкой, но на самом деле, Да, да, дружеский. Настоящий. Все, зачем она ушла? Дружески расходятся, ребята. Ну да, меня еще и стула теперь лишают, чтобы я вообще не садился рядом. Так, хорошо. Это за плохой вопрос, Милаш. Видите, сразу забрали стул, потом заберут микрофон. Так, чем дальше я туда запускаю микрофон, тем серьезнее вопросы. Правильно я понимаю? Давайте по легким опять тогда вопросам гоним. Вот, пожалуйста, у нас рубрика «Взгляд снизу, как в Вечерли Мургенте». Наша маленькая юная гостья. Передаю микрофон. Меня зовут Любовь. Я бы хотела спросить, будет ли продолжение фильма? Решили у нее посмотреть уже продолжение, видите? Ну, если он понравится, если будет, если вы расскажете друзьям, приходите смотреть, и они придут. То есть, если касса соберет, и будет оправданно снимать, продолжение, то, конечно, будет. Спасибо. Так что мы вас назначаем ответственность за кассу фильма, пожалуйста. Будьте внимательны. Так, пожалуйста, задавайте. Здравствуйте. Меня зовут Рада. Я бы хотела задать вопрос. Что вам больше нравится, быть продюсером или актером? Я думаю, я начал как актер, это моя основная профессия. Но продюсер это... Мне больше нравится быть актером. Но продюсер это человек, который может... Продюсер во мне, может актер во мне обеспечить хороший проект. Поэтому актер во мне больше любят продюсер во мне. Хотя продюсер во мне не хочет общаться с актерами.